Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала в YouTube. Ну что ж, сейчас вы увидите сюжет, а именно маленькую лекцию с ценнейшими видео-вставками от Тюняева Владимира Николаевича, от моего коллеги. Более 10 видео у меня на канале есть с ним, где мы отвечаем на вопросы зрителей, где мы объясняем эту огромную тему, большую проблему про СВЧ, ВЧ-излучение, про 5G, про всё прочее, что люди сейчас приняли активно в свою жизнь, радуются этому, считают, что интернет смотреть без Wi-Fi невозможно, хотя забыли, что уже ещё вчера только были провода и проводная связь, да и сейчас есть. Я, например, пользуюсь компьютерами для всей работы своей, и они подключены проводами к сети, как будто ума лишились. И действительно, сейчас чем дальше в лес, тем больше дров, то есть люди просто сходят с ума. Никакого логического мышления нет, никакого критического осмысления темы. Учёные, ну, просто обманывают людей и, собственно, потакают в таких неуёмных желаниях, как они говорят, свободы, а на самом деле рабства, вот этого электронного и тотального контроля, который несёт в себе вот эта вот электронизация всей жизни человека. А люди только радуются, я говорю, скоро уже чип в жопу вошьют, так люди только и прыгают. Большинство из них будет от этого в ладошки хлопать, как же хорошо. Нам удобно, всё для нашего удобства. Это потакание лени человеческой. Это не есть развитие, это есть деградация человека. Вы сейчас увидите сюжет, где учёные, выдающиеся учёные мира, политики даже честные, а такие тоже есть, которые имеют свои семьи, детей, им не безразлично будущее своё. Так вот, вы увидите, что во многих странах мира, в том же США, 5G, его вред абсолютно доказан. Вы увидите, как лживо, хитро продвигают эти технологии во всём мире. Вы просто увидите факты. Вот не надо верить во что-то, послушайте эти факты. И действительно, я вот поражаюсь, неужели те, кто потакает, продвигает вот эти убийственные технологии, которые совершенно человеку не нужны, то есть интернет нужен, но вот этот 5G, понимаете, чтобы лучше работало, чтобы в туалете у тебя был скоростной интернет, вот это не нужно. Чтобы он был беспроводной, не нужно. Тебе нужно поработать или ещё что-то, посмотреть видео. Не хочешь телевизор смотреть, пожалуйста, у тебя обязано быть право выбора у любого человека. Смотри через компьютер, монитор, а не через телефон, по которому только говорить нужно, на нужные темы, так сказать, по делу позвонить и так далее, узнать, как дела, здоровье, краткость, вы далеко живёте с родственниками, это всё понятно. А работать или заниматься, так сказать, просмотром видео можно через проводной интернет. И потом, но это ваше право на альтернативу, не должно нарушать другие права. Право быть здоровым, право быть свободным от электромагнитного смога, от этих проклятых Wi-Fi, от этого 5G, скоро там 6G сделают уже, так сказать, мозг плавится будет, что называется, да, образно. Так вот, те говоруны, которые отстаивают своё право на электронный концлагерь, не имеют права втягивать в это окружающих и своими Wi-Fi в многоквартирных домах облучать, уничтожать людей, других, кто не желает того. Ничего страшного, воткнёте провод в компьютер, ничего страшного. Есть переходники сейчас, даже от телефонов, от любых ноутбуков с новыми разъёмами, всё это существует. Хватит лениться и хватит быть идиотами. Так вот, я поражаюсь другому. Эти люди, ну не все идиоты пришибленные, хотя поражаешься и порой думаешь, что все. Я говорю о тех политиках, тех инстанциях, да, которые подписывают, внедряют эти технологии. Ну не идиоты ли они? Как они могут? Вот как, помните, в Шерлок Холмсе говорил Ватсон, я не понимаю, что, ну, те убийцы прошлого за сокровище, наследство дядюшки, это я могу понять. Но как можно за деньги, там, предать свою страну, обречь, там, народ или, вот, нацию, родину на катастрофу какую-то, на войну, там, это я, говорит, не могу понять. Конечно, ум честного, порядочного, здравомыслящего человека не может это понять. Также я не могу понять, как можно за 30 серебряников убивать свой народ. Ну ладно, и это сейчас в наши дни, в наше страшное время понять, как-то можно, что есть такие ублюдки. Но как можно и себя, дебила, и своих детей, свою семью уничтожать, ведь они от этого никуда не скроются, никуда не денутся, понимаете, какая штука. Может, некоторые считают, что я слишком груб, а я считаю, что слишком мягок, что тема больно серьезная и слишком много дебилов, а по-другому их не назвать, которые чуть ли не шкуру готовы драть у другого, отстаивая, отстаивая свои любимые Wi-Fi и прочую гадость. Прямо же для них это прогресс, это для них священная корова. Они стали наркоманами, но этого не понимают. Они считают это естественным, а это противоестественно, антибиологично. Это против жизни. Вот прекрасная, да, фотография с удавкой на шее у человека от сотовой связи. Давно это превратилось уже не в сотовую связь, не в телефон, это уже давно не телефон. Это не для того, чтобы позвонить, это чтобы сидеть и тыкаться с утра до ночи, чтобы стать дебилом, по-другому не скажешь. Поэтому именно таким зомбакам я и говорю, вы дебилы, но не всем людям, и далеко не всем, а только таким ярым, наглым, поняли, а то мне постоянно пишут, где я бы про кого грубо не сказал. В общем, я говорю всегда про определенных людей, про единичных, определенных людей конкретно определенного типа. А мне как вы к людям? Каким людям? Я к людям вообще прекрасно отношусь. А конкретно к идиотам плохо. Если вы такой, ну это не моя беда. Так вот, кто еще считает, что он серьезный радиотехник, физик, и на этом основании он считает, что все, что я говорю с Тюняевым на эту тему глупость, хочу вам сказать так, вот прямо, если вы такие умные и честные, если вы такие прямо современные и, так сказать, интеллектуалы, если вы можете за пояс запихнуть нас невежд, то я приглашаю вас на встречу, можете написать на почту, которая будет под видео, когда вы с любыми профессорами, академиками, пожалуйста, я прямо говорю это открыто, приезжайте, мы организуем встречу, ну где-нибудь в Москве для вашего удобства, будем в прямом эфире это транслировать, если хотите. Если вы докажете, что Wi-Fi, 5G безопасны, я вам лично, я клянусь жизнью своей, своих детей, вот готов так даже это сделать, да, потому что там чем-то другим клясцает, многие скажут, ну это все ерунда, а я прямо так вот, открыто и бескомпромиссно, я вам даю не миллион, как я говорил раньше в видео, два миллиона лично от себя гарантирую. Это мое слово, оно крепко. Это первое. Если вы докажете, что нейтроники, вот эти защитные устройства, эти микроантенны, которые никак не меняют электромагнитные поля, они не дают вступить просто в резонанс вот этим высокочастотным колебаниям, разрушать наши клетки, по крайней мере так, как если бы этой защиты не было, то есть это, поняли, совершенно на другом уровне, это не нагрев, это не другие физические те показатели, которые мы видим там в экспериментах с микроволновками, и речь вообще про другое идет. И мы в своих видео с Тюняевым подробно объясняли, в чем суть такого воздействия, вот этого пагубного воздействия на клетку с ее своими характеристиками колебательных процессов, да, и как наложением происходит резонанс, и влияние на ДНК, которое тоже является антенной, и не только на это. Вот об этом не думаете вы и не можете думать, к сожалению. Вот это расстраивает меня и даже залит порой, потому что уж все разживали. Нет, им лень даже посмотреть эти видео, лень посмотреть то, что важнее всего сейчас в современном мире, что скажется обязательно на вашем здоровье и вашей семьи, близких. Неужели это не важно? Поэтому смотрите все эти видео, это жизненно важная информация, чтобы понять, не поверить, а именно понять. Вот это понимать этим умникам нужно, а для этого нужно знать. А вот вам один из пример такого подонка. Замут Дмитрий Ковалев, написал под одно из видео, где мы с Тюняевым объясняем все это. Пишет. А может вы просто сумасшедшие и занимаетесь никому не нужной херней? Наденьте шапочки из фольги на голову и сидите дома, бойтесь всего на свете. Ну таких подонков, дебилов и быдлов, естественно, будем просто банить сразу, потому что мне дискутировать время, нервы терять на таких ублюдков нет никакого резона. Так вот, если кто-то сможет доказать, а это просто невозможно, ну вдруг сможет, я оставляю всегда 1% шанса на то, что все возможно, да? И вот если кто-то сможет, то я выплачиваю тоже 2 миллиона, договорились? А если будут комментарии просто, все это фигня, таких дебилов и подонков я просто буду банить. Ведь я с нормальными людьми всегда по-человечески уважительно говорю, а с подонками и дебилами как того они заслуживают адекватно. Под этим видео будут все ссылки на все исследования, доклад комитета по социальной политике на тему электромагнитной безопасности населения, да? Будет и фильм, который взят, и кадры вот отсюда отдельно. Доклады докторов различных из Швейцарии, например, Шайнера, пожалуйста, читайте. Монографии различные на эту тему. Ну то есть вот если вы хотите изучить, а не выпендриться, да? То просто будете смотреть под видео досконально гигантское количество ссылок, исследований. Слушайте, я просто поражаюсь. Вот то, что я говорю, Тюняев говорит, это что такое? Это благо, это шанс понять и как-то изменить хотя бы вашу жизнь. Я уж не говорю про жизнь всей страны, и об этом тоже некоторые говорят. Говорильная одна. Нет, не говорильная. Гигантскую работу делает Тюняев по поводу защиты от электромагнитных источников излучения, по поводу грамотности, просвещения людей. И в Совете Федерации выступал. И пытаются протащить определенные законы, поправки, чтобы, так сказать, о электронной безопасности задумались люди и наше правительство и так далее. Вы ошибаетесь. Вот я, знаете, поражаюсь, сколько бездельников, тунеядцев, которые ничего не знают, не могут, не хотят, лентяев, лодыри, пытаются выпендриться и очернить людей, которые не безразличны к происходящему в мире и у нас, тем более в стране, которые пытаются что-то сделать. И делают, реально делают. Я поражаюсь вот этой черной неблагодарности отдельных людей, которые для их же блага действительно люди трудятся, хотя им этого и не надо. Я понимаю, не всем это надо совершенно, да? То скажу вам так, дорогие товарищи, что в наше время, к сожалению, человечество, то есть не отдельно взятого человека, а человечество, можно, к счастью, привести только насильственно. То есть все возможно изменить глобально, к сожалению, мне так кажется, можно только либо, если будет глобальная катастрофа, скажем, физического характера какая-то, глобальное землетрясение, а дальнейшее изменение климата, вымирание живых видов на нашей планете и сокращение человеческих популяций, как это было уже тысячи лет назад, и миллионы, да, в результате глобальных планетарных катастроф. Или это какие-то метеориты, или человек уничтожит просто себя и природу. Уже в мировом океане существуют континенты, как Австралия, пластиковых островов, моря, отравленные ртутью и другими тяжелыми металлами, радиации из реакторов подводных лодок и не только, мировые захоронения ядерных могильников. Тут можно приводить массу примера ужаса, изуверства, что человек делает с природой. Неужели это будет безнаказанно? И неужели это не приносит вреда? Все только по нарастающей, а мы думаем, что все в порядке. Нет, не все в порядке. И поэтому, конечно, здесь нужно именно волей и именно насильственно поставить точку на благо всех живых людей на нашей планете. Но поскольку этого не будет, скорее всего, то остается ждать только катастроф. Так сказать, надеяться на благоразумие глав всех государств бессмысленно, глупо, полагаю, что этого не будет, к сожалению. Некоторые говорят, что я лучше знаю, что мне надо. Ну что ему надо? Что ему надо? Если этот человек скажет, мне нужна чистая планета, здоровая земля, чистый воздух, вода, почва здоровая, прекрасные продукты выращены, я скажу, совершенно вы правы. Я точно так же считаю и об этом же и говорю. А если вы скажете, что мне нужны мегаполисы с красивыми стеклами и металлом, бетонно-цементные дорожки, асфальт, то есть мне нужна моя любимая техносфера и больше мне ничего не нужно, я человек цивилизации, цивилизации, ну тогда ты дебил, если тебе больше ничего не нужно. Если тебе не нужна природа, а ты ее часть, как бы ты ни хорохорился, роботом ты не станешь. Вот ты можешь фантастических фильмов сколько угодно смотреть, но эволюционировать ты никак не сможешь, пока ты идешь в сторону деградации. Да, к сожалению сейчас, именно поэтому, что таких расплодилось много, таких выкидышей цивилизации с таким мышлением. И посмотрите, чем этим занимаются люди, какие для них идеалы, то есть что они хотят от жизни, это общество потребления, вот эти индивидуумы, паразиты, которые не хотят трудиться, которые, если бы была такая возможность, они бы ничего не делали и жили бы только на какие-то вот, как говорят, рантье проценты или просто на чем-то виртуальном, то, понимаете, это и есть крах, это и есть катастрофа, это и есть начало конца человечества, потому что человек должен трудиться. Только в труде может быть развитие, созидательный труд, вот что главное. Это неразрывно связано с живой природой, с жизнью человека, в природе. И мы можем гармонично синтезировать, что называется, и города, и цивилизационные достижения, но только те, которые не губят человека и не губят природу, наш дом естественный, родной дом наш. Вот в этом-то и беда, что сейчас происходит противоположное, обратное. Я буду бороться, буду сражаться с этими ветряными мельницами, естественно. Хоть кого-то оттащу от этого, буду счастлив. Ну, от всего от этого, от дури вот этой нашей жизни, да, и от бед. И многих уже оттащил, большое количество людей, тысячи. То есть моя работа была не бесполезно сделана. Оттащил я от чего? От плохого? Конечно же, от пагубного, плохого, убийственного. И люди все-таки задумались и стали учитывать эти факторы. Ну, хотя бы отключать на ночь телефон, хотя бы его брать и задней стенкой телефона, где антенна как раз ставить в противоположную часть дома или квартиры, где вы живете. Скажем, на кухню, на подоконник задней частью к стеклу. Чтобы меньше воздействия было на вас хотя бы ночью. Ну, вот такие нюансы, такие примеры. Их тоже десятки можно учесть и уже будет хоть как-то лучше. Я, конечно же, буду это делать, как и делал раньше, уж такой у меня характер, и не могу никак смириться с этим, вот гражданской, со своей такой позицией. Ну, что ж, помогайте, поддерживайте в чем-то, хоть информативно. Давайте вот этим спящим шанс проснуться, очнуться, очухаться. Ну, какие еще нужны примеры, доводы? Ну, все же так просто и примитивно, на поверхности все лежит. В общем, под видео будет гигантское количество ссылок, ценнейших, важнейших. Изучайте. Все. Итак, наслаждайтесь. В самом завершении, может быть, пару слов скажу. Ученые не говорят о существующих средствах защиты. Сотовая связь приводит к онкологии. Совершенно однозначно мы можем задать вопрос. А кто мошенники? Кто? Кто? Здравия, соратники Вести Волкон и я, Вичезар, о вестях науки. Поговорим сегодня о конференции, которая прошла 12-13 ноября. И организаторами которой были Олег Александрович Григорьев и Национальный комитет по защите от неионизирующих излучений. И старейшина радиобиологии, его соратник Григорьев Юрий Григорьевич. Они были организаторами данной конференции, на которую пригласили много специалистов и ученых, которые занимаются гигиеной и исследованием воздействия сотовой связи, телекоммуникации на здоровье человека. И главным на этой конференции было то, что все подтвердили, что сотовая связь приводит к онкологии. Роль науки особенно велика, когда речь идет о новых технологиях, развивающих нашу цивилизацию, о том безопасности для здоровья. Отечественная научная школа электромагнитной радиобиологии и гигиеноминизирующих излучений непрерывно развивается более 120 лет. В нашей стране разработаны первые в мире обязательные санитарные нормы электромагнитного поля для работающих на производстве и для населения в целом. Бурное внедрение в жизнь современных высокотехнологичных цифровых технологий поставило новые задачи перед мировым научным сообществом в части разработки разумных и резумных регламентов безопасности, сберегающих здоровье технологий. Но сегодня мы поговорим о другом. Ученые не говорят о существующих средствах защиты. И эти вопросы мы задавали давно уже и Григорьевым, и вообще всем специалистам. И в данном случае возникает вопрос, почему замалчивают о исследованиях, которые проводят те производители средств защиты и те средства защиты, которые продаются на рынке. В данном случае и наши средства защиты от излучений под торговой маркой «Нейтроник». На конференцию не пригласили производителей средств защиты, кроме меня. И то, меня пригласила Валентина Николаевна Никитина за день до конференции. На что я удивился, потому что приглашения не было ни сенатору, который возглавляет нашу рабочую группу в Совете Федерации по проблеме защиты от излучений, ни сопредседателю Поспелову Валерию. Поэтому приходится делать вывод. Первое. Наши ученые в области гигиены, в области изучения влияния не ионизирующих излучений на здоровье человека, игнорируют те устройства и исследования, которые связаны с новыми физическими принципами. Говоря о том, что производители замалчивают и покупают ученых, которые утверждают, что нет вреда от сотовой связи, происходит аналогичная ситуация только в обратную сторону. Ученые не говорят о защите, производители не говорят о вреде. И вот это катание меча, получается, не решает проблему, которая стоит перед населением. А проблема серьезная, проблема номер один по решению ВОЗ, которые сделали вывод, что не ионизирующие излучения приводят к онкологии. Это однозначно. Например, в той работе, которую провели Юрий Григорьев и Олег Григорьев, в книге, в которой была написана сотовая связь и здоровье, электромагнитная обстановка, радиобиологические и гигиенические проблемы, прогноз опасности. Так вот, к этой книге была сделана рецензия академиками Ушаковым и профессором Шандала. Это старейшины нашей радиобиологии, которые в рецензии указали. Григорьев и Григорьев, Олег и Юрий недостаточно уделяют внимания данной проблеме. Я задавал им вопрос, почему не включили в книгу эксперименты со средством индивидуальной защиты нейтроник, которую Юрий Григорьевич Григорьев проводил на эмбрионах и показал эффект от средства защиты нейтроник. На этот вопрос не было дано ответа. В течение всего одного дня, то есть во время всего периода инкубации, эмбрионы будут подвергаться электромагнитному параметру. Если мы получим определенные эффекты, то мы вправе перенести в какой-то степени это и на человека. Данный эксперимент был подтвержден в дальнейшем в Австрии, в Германии, в Латвии, в Узбекистане, в России, в Белоруссии и в других странах. Это подтвержденный, повторяемый результат того эффекта, который достигается нейтроником. И об этом все молчат, и Григорьевы почему-то также молчат. Почему не дали рецензию на методическое пособие по защите от излучения нейтроник, который я лично раздал на заседании Совета Федерации всем специалистам? Это было уже полтора года назад. До сей поры никто не написал никакого ответа. Ответа сказали бы плохо, хорошо ли, достоверно, недостоверно, молчание. Вот стена молчания. Это о чем говорит? О том, что, видимо, кому-то это неинтересно. Почему профессор Зубарев Юрий Борисович, доктор технических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почему он в главе 10, в своей монографии, считаю, очень хорошей монографией, приводящей шокирующие данные о замершей беременности в Петербурге, В этой главе, обозначенной как «Осторожно, мошенники», утверждает, что наклейки не работают. И производители этих наклеек дурят население, обвиняют их в мошенничестве. Так вот, он ссылается на ссылку под номером 29, которую мы посмотрели. И действительно, это статья по ссылке 29, где говорится о мощностях передатчиков, вообще о телефонии. И в одном из разделов указывается, что я видел несколько вариантов наклеек, которые производители обещали снижение и так далее, и так далее, на 99,9%. То есть, Зубарев повторяет слово в слово данную ссылку из той статьи, не проверив, потому что не указано, кто производитель. Какие устройства были исследованы или хотя бы названия этих устройств представлены. Мошенники, производители средств защиты. Там вообще ни слова, кто это такие, где их искать. Я могу сказать, что два человека пришли в компанию, не МТС, а Билай. А кто это, имя и фамилии? Фамилии я сейчас не могу сказать. Источники первоначальные, то есть, постановление законов. Эти данные были взяты из интернета. Вот я и говорю, что у вас одна там небольшая вот закавыка, 29-я ссылка на интернет по поводу как раз вот этих наклейок. Она ни о чем. Там только исследуется величина сигнала. То есть, голословные утверждения о том, что эти наклейки не работают. Несмотря на то, что их десятки устройств, которые сотни исследований проводили о эффективности данных устройств. Некоторые работают хорошо, некоторые похуже, некоторые, может быть, совершенно не работают, но их надо сертифицировать, о чем академик Рахманин говорил. Что, ребята, давайте так. Если вы представляете какое-либо устройство, вы должны с существующими методами, на основании существующих приборов, методик измерения, посмотреть, как они работают. Например, как работает тот же нейтроник. Проводились физические измерения, подтвержденные многолетними испытаниями в разных институтах и учреждениях. Проводились биологические испытания, подтверждающие эффективность в разных учреждениях, институтах и в различных странах. Но везде подтверждается эффективность, о которой молчат ученые. Почему молчат-то? И обвиняя тех производителей в мошенничестве, то есть мошенники, и не говоря о том, что тогда мошенники, получается, и те, кто производит смартфоны, и компьютеры, потому что они не предупреждают о вреде. Это же очевидно. Где вы видели, что предупреждали о вреде? Нигде. А как их тогда называть? Однозначно утверждая, что это приводит к онкологии. Это вызывает по меньшей мере удивление в научной компетентности уважаемых докторов наук. Совершенно однозначно мы можем задать вопрос, а кто мошенники? Кто? Те, кто не предупреждает о вреде? Или голословное утверждение, что кто-то что-то предлагает на рынке, непроверенное устройство? Закономерно можно задать вопрос тогда регулирующим организациям, которые должны сертифицировать все устройства. На первое, безопасность. Второе, на эффективность. Если устройство безопасно, следовательно, вы имеете право их продавать, только тогда потребители будут у вас спрашивать, насколько оно эффективно. А если вы говорите об эффективности, значит вы говорите там 50% снижения, 60%, 90%, 100%. Эта ответственность лежит уже на производителе. Ну что же закончилось? Нет, все, все закончилось. Не очень. Так, сейчас, одну муку. Сейчас, товарищи, готовьтесь, пожалуйста. То 6-го ноября сенатор Круглый, который возглавляет рабочую группу по защите от неонизирующих излучений, должен был сделать доклад Совету Федерации и попросить протокольное поручение от Матвиенко. Я напомню, что есть постановление по цифровизации, в котором Совет Федерации рекомендует правительству принять федеральную цельную программу. Над этой программой и концепцию электромагнитной безопасности озвучил и написал академик Рахманин, которого Олег Александрович прекрасно знает. И 6-го ноября было получено протокольное поручение по рассмотрению вопроса в Совете Федерации, в рабочей группе Комитета по социальной политике, в котором, пожалуйста, все... Ну, Людмила Николаевна в ней присутствует, Олег Александрович... Ну, в курсе дела, так было... Ну, в курсе дела, так в этой рабочей группе надо принимать концепцию. Ну, нулем закончилось. Почему нулем закончилось? Продолжается вопрос. Ах, продолжается, значит, нулем. Нуль. Что значит плохо? Как вы надо принимать концепцию, написать, не будет писаться поднимать. Ну, сейчас выступал... Так, предоставляем слово последнему докладчику нашему. Ну, дискуссия все-таки хорошо прошла, а то я забыл. Значит, ну, вам ясно. Видимо, Григорьевы устраивают конкуренцию в сфере защиты населения от неонизирующих излучений. И даже не конкуренцию, а непонятно что. Потому что, говоря с одной стороны о том, что есть вред, доказанный везде, на всех конференциях. На конференции в Швейцарии. Доктор Шайнер. Один очень известный врач и адвокат, доктор Джордж Карло, проводил в период между 93 и 98 годами исследования для мобильной индустрии. А именно, они просили его, послушай, вот тебе 28 миллионов долларов, выясни, действительно ли телефоны приносят вред. Конечно же, они надеялись, что человек, получивший на тот момент самую дорогостоящую программу исследования мобильной связи с бюджетом в 28 миллионов долларов, не расстроит их планы. Он, конечно же, обнаружит, что никакого вреда нет. Они с удовольствием дали ему, за это бы и 100 миллионов долларов. К их сожалению, с доктором Карло они просчитались. Он обнаружил увеличение опухоли головного мозга, опухоли уха, так называемые акустические опухоли. Он выяснил, что мобильное излучение служит причиной возникновения рака, и люди заболевают из-за этого. Он осмелился публично заявить об этом. Его заказчиками были не только компания Моторола, но также и группа, которая называет себя CTIA, изготовитель сотовых коммуникационных систем. Это 250 компаний, участвующих в строительстве антенн. Все они пользователи мобильных сетей. Они находятся в Вашингтоне, округ Колумбия, в столице штата, и образуют единственную в своем роде так называемый картель, которому еще никто так не возражал. Его сразу отстранили. Ему угрожали по телефону. Ему говорили, не забудь, кто тебе заплатил. Его дом был сожжен дотла, никто не знает кем. О его личной жизни распространялись ложные слухи. Его личная жизнь была разрушена. Человек действительно прошел долины страданий и слез. Но, несмотря на это, он решился не отступать перед этой мощью, которая, кажется, не боится никакой незаконной деятельности. Удивительные и потрясающие факты приводят. На конференции и на слушаниях в США, на слушаниях в Сенате, приводятся данные о том, что люди страдают, и онкология возникает. Как известно, 5G использует высокочастотные волны с плохой проходимостью. Поэтому необходима сеть из сотен тысяч, если не миллионов, мелких передатчиков. Вопрос в том, существует ли возможность вреда для здоровья и безопасности населения от этих передатчиков. Ведь, как я понимаю, они будут располагаться рядом с домами, школами и офисами, все ближе и ближе к земле. Верно? Да, сенатор, верно. Я хочу спросить вас, мистер Гиллан и мистер Перри, сколько денег обещает выделить индустрия на проведение дополнительных независимых исследований? Я подчеркиваю, независимых исследований. Ведутся ли сейчас такие исследования? Завершены ли они? Где потребители могут с ними ознакомиться? Мы говорим об исследованиях, о биологических проявлениях от этой новой технологии. Спасибо, сенатор. Спасибо за внимание к этой теме. Я думаю, что безопасность должна быть в приоритете. И, как вы сказали, мы руководствуемся данными экспертов, данными FDA и прочих, чтобы обеспечить безопасность населения. Насколько я знаю, дополнительных исследований не проводится. Я буду рад обсудить с вами, какие, по вашему мнению, исследования необходимы. Мы поддерживаем исследования и полагаемся на мнение ученых. Итак, ответ на мой вопрос о сумме финансирований – это ноль. Я обязательно проверю это для вас, сенатор, но, насколько мне известно, наша отрасль не спонсирует на данный момент исследований. А слышал ли кто-нибудь из вас о готовности отрасли поддержать и спонсировать исследования, чтобы выявить воздействие на здоровье населения? Нет, я не слышал. Так что, действительно, никаких исследований не проводится? И мы вот так просто идем вслепую, не уделяя внимания безопасности и здоровью? На слушаниях в Совете Федерации также приводятся данные, говорящие о том, что приносится вред здоровью, особенно детям, возникает у детей стажированных 10 лет онкология. Это факт, неопровержимо доказанный. Хотелось бы обратиться и к операторам сотовой связи, которые, в общем-то, предоставляют эту услугу, которая по определению является вредной для здоровья. Это точно так же, как с курением. Все знают, что это вредно, но многие продолжают курить. Но хотя бы люди должны быть информированы о том, что это вредно и насколько это вредно. Мы только можем предполагать, сколько зарабатывают на этих услугах наши операторы. Если только на рекламу по телевизору тратится не менее 30 миллиардов рублей ежегодно. С одной стороны, ученые говорят, что плохо, но ничего не предлагают. Производители средств защиты говорят, плохо, мы предлагаем защиту, давайте проверим. Проверили, 20 лет, 30 лет кто-то проверяет, все работает, но об этом ученые молчат. А кто мошенники-то? Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, задавайте. На все вопросы мы ответим. Благодарю за внимание. Друзья дорогие, если кто-то хочет купить, приобрести хотя бы вот эту минимальную защиту, хотя бы от воздействия электромагнитных полей, там от мониторов, кинескопов, от телевизоров, да, от СВЧ-источников типа телефонов и так далее, сотовых, можете приобрести неподдельный, натуральный, от Тюняева, от моего коллеги и товарища, нейтроник у нас на сайте nadgar.ru, пожалуйста, либо на втором нашем сайте nadgar.su. Конечно, от глобальной проблемы избавиться будет нельзя, не изменив в корень цивилизационные устои. От соседских Wi-Fi, конечно, защиты нет, кроме той антенны, дорогой, которую, так сказать, индивидуально можно изготовить, и у нее большой радиус воздействия. А нейтрониками эту проблему не решить, но нейтрониками можно решить проблему. И до 600 раз уменьшить, и это документально подтверждено, вот это воздействие от источников электромагнитных излучений на клетку, чтобы не было разрушительного резонанса и всех вытекающих из этого проблем. Соответственно, вот для сотовых телефонов, телевизоров, мониторов, планшетов, ноутбуков, вот для них от воздействия электромагнитных полей есть защита, и это нейтроники. 23 года они уже выпускаются. Брошюра, которая будет под данным видео, обязательно ее посмотрите, там есть информация, что 46 научно-исследовательских институтов проверили и подтвердили работу нейтроника. И никто не смог доказать обратное за прошедшие 23 года. Как и не сможет, поскольку это просто истина. И вот эта защита, хотя бы эта защита, она уже важна. Но чтобы решить вопрос глобально, нам нужно на законодательном уровне противостоять и получить защиту, иммунитет от того, чтобы нас не уничтожали все новыми, погаными, появляющимися технологиями, которые только убивают человека и которые человеку вовсе не нужны. И надо поставить на чашу весов. Вот эти удобства мнимые. Лень эту нашу поганую и то, что мы получаем, как мы расплачиваемся здоровьем. А онкология в связи с появлением вот этих технологий бурным ростом. И не только она процветает. И такими темпами увеличивается, что это не только питание и другие факторы, которые, конечно же, влияют на появление рака и других болезней. Но это сейчас уже вышло по значимости. Вот это воздействие электромагнитных полей, СВЧ и так далее на первое место. Безусловно. Безусловно. И в завершение хочу сказать, что я очень все же надеюсь, верю в то, что люди все-таки очнутся от дурмана, что все-таки мы не будем потакать своим слабостям, понимаете, уже, что называется, с телефоном жить. Я говорю, мы не дадим себе, я надеюсь, да, вживить чип в задницу, как я это говорю всегда так, с пренебрежением, или в мозг, или куда-то еще, чтобы перестать быть людьми вовсе. И давайте интернет расценивать как инструмент, а не как среду обитания и цель жизни, да. Вот я считаю, что, ну, это очевидные вещи, понимает любой разумный человек. Ну, а детям это надо объяснять. Вот в конце я просто хочу еще сказать, что вот одной моей дочери, например, вот 17 лет, ну, вот она телефон первый, вот реально первый телефон, ей только в 17 лет купили. Ну, потому что уже там институт сейчас, надо с нами, то есть с родителями созваниваться иногда, если она где-то в другом месте, это нужно, я понимаю, связь нужна, телефон нужен. От проводных телефонов уже обычной старой связи не осталось практически нигде, это реалии нашего дня. Но она выключает телефон постоянно, когда он не нужен, естественно, на ночь, естественно, в течение дня там и так далее, только когда нужно включает, что-то делает, смотрит, звонит. Все, вот так и должно быть. Она сформированный человек со своим абсолютным уже стержнем, абсолютным стержнем, и она никогда не играла, ну, собственно, вообще мои дети никогда ни в какие игрушки не играли, электронные, я имею в виду, компьютеры, игры в эти, никогда. Это очень большой плюс, на самом деле, и это очень просто. Сложно, когда ты приучил ребенка, на эти наркотики подсадил, а потом будешь оттаскивать от этого, тогда тебе будет сложно. А если никогда этого и не было, то никогда ты свои нервы от этого и не мотала. А то ткнут родители ребенка в планшет, и, пожалуйста, мол, не визжи, не ори, вот, давай. И дети дают осознание ребенка, в таком маленьком, тем более, возрасте, сейчас и в три, и в пять лет сажают детей за эти электронные игрушки, и все. Для них реальный мир практически перестает быть, для них становится этот мир естественным. И без этой игрушки потом ребенок орет, ноет, плачет, аж рвет его на куски. Все, вы сделали из ребенка наркомана, вот не допускайте пока кто еще молодые родители, или будущие родители вот этого ужаса. Если вы к этому не приучили, то ребенок ваш это и просить не будет, потому что он это не знает. А ребенок вырастает тогда с другими своими идеями, задачами, стремлениями. Он сформирован на книгах, на интересных передачах, на, так сказать, жизнеутверждающей информации, на труде. И тогда у него совершенно другой стержень. Вот, соответственно, что и должно быть? Не должен ребенок сидеть в замкнутом пространстве и тыкаться, или ходить по улице, уткнувшись в телефон. Это деградация и отдельно взятого человека, и общества в целом. Он должен смотреть на этот мир, на траву, на деревья, так сказать, как что растет, познавать мир, познавать частью этого мира себя, человека, свою биологию, биохимию, свои аналитические способности. Участвовать в процессе жизни и творениям. А ведь люди это творцы, и маленький ребенок должен вырасти творцом. А вот эти технологии противостоят формированию человека как творца. И берется система за детей. А вы, родители, являетесь соучастниками, потакая в этом деле уничтожение фактически населения. Как морального, так нравственного, так и физического и духовного. Однозначно. И дальше подросток, взрослый человек уже может только работать, используя по назначению, то есть для работы, для облегчения своих каких-то задач по своей профессии, образованию, по развитию каких-то направлений, которые он будет вести, например, в жизни. Будь то он архитектор, строитель или дизайнер, или какой-то биолог, врач, для работы. Это нормально. Вообще, посмотрите канал «Научить хорошему», да, вот этот проект. «Научи хорошему». Потому что, действительно, ребята, молодцы, патриоты, говорят совершенно правильные вещи, показывают тем дурням, которые не понимают, что они творят с собой, своими детьми, во что они вовлекают их, на какие удочки, уловки, на что они подсаживают своих детей, кого они из них будут растить. То есть, вот это вот страшное дело, конечно. Поэтому каждый из нас, каждый может что-то на своем месте сделать. Сделать хорошего для своих детей, для соседских, для друзей, знакомых. Подсказать, указать, посмотреть видео какое-то, изучить материал, посоветовать. Ну, хотя бы минимум какой-то там, репостить по соцсетям важные вот эти видео, которые укажут. А на ошибки людей, на то, на что они просто никогда не обращали внимания, не задумывались, да. Такие ведь люди есть, их тоже очень много. Нормальные люди, просто они никогда не думали об этих проблемах и не думали вообще, что это есть проблема. Такие люди сейчас есть. К сожалению, современному человеку порой задуматься времени ни на что уже нет. Он загнан в такую колею, вот как белка в колесе, и фактически гонка потребления, гонка на выживание. И поэтому человек просто погружен в социальную среду, где нет времени думать, анализировать. И порой остается только успокаивать себя какими-то ложными обманками, которые просто не дадут ему воспринимать действительность и реальность. Ну, а мы давайте каждый на своем месте что-то сделаем. Кто-то выложит видео. А некоторые люди мне писали, что вот мы расклеиваем листовки в подъездах, в лифтах, о вреде Wi-Fi, там, например, и так далее. Что, мол, люди, очнитесь, вот посмотрите эту информацию. Посмотрите, действительно, это тоже большое дело. Хорошее дело. Поэтому подумайте просто креативно и помогите ближним, помогите обществу, да, в этом смысле. И еще обязательно под видео посмотрите под ссылком письма людей, как разумные письма, доводы, информацию, так и противоположную. Для аналитики своей же. Ну, а на этом все. Желаю вам всего самого лучшего. Будем надеяться на лучшее. Ну, и, конечно, что-то для этого делать. И тогда, конечно, возможно, мы изменим ситуацию не самую лучшую в данное время, да. Всего вам самого лучшего, дорогие друзья. До новых встреч, до новых видео. До свидания.